Дружить с Олегом Они очень дорого стоят Ему интересно что-то такое искать Там ковыряться в профессии Каким образом ты оказался здесь? Ведь я сделал все, чтобы этого не случилось Сегодняшняя программа Таланты и поклонники Посвящается волшебнику Который легко влюблял в себя И сам умел влюбиться По собственному желанию Который умел летать во сне и наяву Хотя в обыденной жизни Был скорее жестким И нелюдимым Чем славоохотливым добряком И вот песок привезли дорожки посыпать Взял бы да и превратил его в сахар Сахар? Да Какая же ты шалость? Или вот например Камни, которые сложены возле амбара Перевратил бы их в сыр В сыр? Да Не смешно Именно поэтому Так сильно Удивлял диапазон Его актерских преображений На сцене и на экране Наверное, именно таким людям Посвящаются вот эти знаменитые строчки Бориса Пастернака О, знал бы я, что так бывает Когда пускался на дебют Что строчки с кровью убивают Нахлынут горлом и убьют От шуток с этой подоплекой Я б отказался на отрез Начало было так далеко Так робок первый интерес Но старость это Рим, который Взамен турусов и колес Не читки требуется актера О полной гибели всерьез Когда строку диктует чувство Оно на сцену шлет Раба И тут кончается искусство И дышат почва и судьба Однажды он сказал от имени Одного из героев Но так уверенно и просто Как будто от своего собственного имени Я на свою беду Бессмертен На свою беду И на наше счастье Волшебник, артист Олег Янковский Давайте не громко Давайте в полголоса Давайте простимся светло Неделя другая И мы успокоимся Что было, то было, прошло Конечно, ужасно Нелепо, бессмысленно Ах, как бы начало вернуть Начало вернуть Невозможно, немыслимо И даже не думай, забудь Займёмся обедом Займёмся нарядами Заполним Забода Не быть Так легче Не так ли Так проще Не правда ли Не правда ли Меньше Полит Не будем Хитрить И судьбу Заговаривать Ей Богу Не стоит Труда Да-да Господа Не овось Никогда не будь А больше Уже Никогда Ах, как это Мило Очень хорошо Плыло И уплыло Было И прошло Их Год рождения 1647-й Год смерти 1745-й Все расписано Небесах Что же остается Человеку? Подробности Это не так мало Придумай подробностей Сочинишь Судьбу Собственно Биография Артиста Янковского Олега Ивановича Началась С чудо Можно сказать С обыкновенного Чуда Первое Было В Саратове Где они Жили с мамой И С двумя Братьями Мама Му Надевала Бантик В Таджикистане Когда жили Вот она Хотела Всю девочку А девочка Не получилось Получился мальчик Вот Но она все время За него переживала И я как-то Тянулся Когда понимал Что он Младшенький Всегда Заступался За него Интеллигентная И без какого-то Специального образования Женщина Осталась С тремя детьми Это еще С своей мамой С нашей бабушкой У нас Мечательная бабушка В тот период Времени Она все время Говорила Господа Она говорила По-французски Ой Диан Мовитон Да что Мовитон Мамам Да что Вы все время Господи Господа Какие господа Представляете В то время Господа Старший брат Ростислав Иванович Мне рассказывал Как Олег На его удивление Вдруг решил Попробовать себя В театральное училище В студию При знаменитом Саратовском театре Но ему не надо было Показываться Потому что Уже на доске Объявления Висела Его фамилия Ну там С другим инициалом Ему сказали А вы уже приняты Янковский Оказалось что Его брат Николай Средний брат Поступил И потом расхотел А уже приказ Там висел Я говорю Я буду актером Каким ты актером будешь Буду И стал И с моей точки Стал Выдающимся И с моей точки Заря Просто великий актер кино Судьба Она быстро Отворачивается Если она дает тебе Возможность А ты как так Вот с ней Легкомысленно обращаешься Она и наказывает Наверное Поэтому Это нужно С этой мыслью Просыпаться И с этой мысль Ложиться Спас Ну говоришь Ну давай Здороваться Ну давай Поздороваемся С тобой Давай Облабызаемся Облабызаемся Давай Вот так Ну как тут Чем закусывали Сегодня Так обычно Икорку брали Икорку Хорошо 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 Помогите Большой старой жизни Ребят Очень рад Что вы приехали Мы будем счастливы Благодаря Сынку Пусть жизнь Короткая Параносица Летает На веки вечные Мы все Теперь Обнимку На фоне Пушкина Рептичка Летает На фоне И Пушкина И птичка Летает Наверное Хорошо Что мы Вспоминаем И говорим Об Олеге Но может быть Об Олеге Мне труднее Чем о ком бы то ни было Говорить Потому что Все слова Они будут Своеобразной Приблизительностью Потому что В моей жизни Олег Это Как Самая любимая книга Которую я Не дочитал Нам все равно Не хватило Время Мы очень близко Дружили Очень много лет Эта дружба Зиждилась Не только на том Что у нас Одна профессия Хотя и это тоже Потому что Если И можно Уже в зрелом возрасте Называть Каких-то наставников То конечно Олег для меня Был примером В том Как нужно Заниматься Этой профессией Как нужно Выбирать роль Как не надо Быть проституткой Как не надо Гнаться за деньгами Из-за работы Как надо С текстом работать Как с текстом Работать Ну Я работал С ним с текстом Потому что Это было ужасно Смешно И трогательно И это делал Только Олег Он когда Соглашался На какую-то роль Как правило Это всегда были роли Чаще классического Репертуара Я никогда не забуду Когда он учил Толстого Вот Я по 40 По 50 минут По телефону Должен был выслушивать Он со мной разговаривал От имени персонажа Как Замечательно Он учил текст Он учил текст И он говорит Наговаривал Я говорю Олег, Олег Мне надо уезжать Ты послушай А потом Ну как Он наезжал на меня Ну он развлекал меня Таким образом Но на самом деле Потом спрашивал Ну это можно слушать А? Я говорю Нормально Я говорю По телефону нормально А так не знаю То есть он укладывал Да Олег был Беспредельно тщательным И скрупулезным Во всем Я думаю Что Олег Самый В хорошем смысле Занудный Так как он Решал сниматься Или не сниматься С кем сниматься У кого сниматься И что играть Я Таких артистов Не знаю Это могло длиться Недели Месяцы Главный советчик Всегда была Люда Людмила Санна Зорина Меня он иногда слушал Но Были моменты Когда я его уговаривал Сниматься в кино В каком-то совместном Ничего у меня не получилось Вот если он в сценарии Не видел того Что он может сделать так Как никто И ему самому Не будет стыдно И он не будет Понимать Что это просто его лицо А играть там нечего Уговорить его было бессмысленно Безнадежно Ленечка Я прочитал У Марка Анатольевича Евгений Павлович Леонов Сказал, что в Саратове Замечательный парень И Марк поехал в Саратов И увидел князя Мышкина Я увидел его на сцене Саратовского театра Конечно, мне посоветовал Евгений Павлович Леонов Посмотреть этого артиста Означили мы встречу Какого-то там сентября У подъезда Театра Ленков Четыре часа, как я помню сейчас И Захаров не пришел Я набрался мужества Не очень тогда нахальный был артист Я набрал телефон Говорю, Марк Анатольевич Вот артист Ленковский, Саратов Мы с вами договорились Говорят, ой, господи Олег, как вас Он по отчеству Как он запоминает Все отчества Вы великодушный человек Вот я сейчас Буквально через час Прибегу Вот я посмотрел Остался очень доволен Он играл Мышкина Он играл В какой-то другой тональности Это было очень дорого И похоже на то Чем увлекался я Я его пригласил Сразу в театр Вот он начал С князем Мышкина А завершал Филиппом И Комаровским Вживага Вот уж не ждали Сейчас скучилось По папочкам Заскучилось Заскучилось Из-за этой проклятой Жизнодорожной забастовки Ну давай Давай Вот так Тема Янковского Вживага Комаровский Это был удар По мозгам Тем, кто любит роман Комаровский Виктор Ипполитич Депутат Государственного Ну конечно Это всегда чудо Янковского Потому что он сам По себе чудо И он совершенно Уникальный актер И он был В таком Возрасте Когда Повзрослело Все в нем И талант И ум И жизненный опыт И лицо Потрясающее стало В общем Очень странная история Потому что Я пригласил его Когда еще не было Сценария Когда была просто Идея экранизировать Живага Москва Я бы дорого дал Чтобы не видеть Всего этого вовсе Здесь крутятся деньги Я скован Ими как Моя покойная бабка Грудная жаба Я боялся Что он откажется Прочтет роман И откажется Потому что В общем Комаровский Это нелюбимый персонаж И пошловат И вульгарин И вообще негодяй А мне казалось Что нужно выстроить Некую такую панораму Вообще Русской интеллигенции От Громека Старшего поколения Такого сердечного Традиционного русского До Живага То есть уже Новые генерации Но которые существуют По тем же законам Но Комаровский Это же тоже Интеллигенция То есть Это человек Блистательного Совершенного Ума Как человек Немножко чужой Чуть как Чужих корней Фамилия Комаровская Предполагает Некой Польский Шлейф А поляки Никогда не любили Особенно Россию Ходи Делали Блистательные Карьеры Потому что Они ее Прекрасно Понимали Они понимали Механизм Существования В этой стране Поэтому Это было Существование И внутри И немножко Такое Отстранил Поздравляю Я теперь Осиротил Москва Станет Теперь для меня Настоящей Пустыней Ничего Найдете себе Кого-нибудь В этой пустыне Позвольте Хоть переписываться Поехали А вот это уже Лишнее Если будет Не потерпешь Нагряну Юлятин Так Сапфирой Ларисовна На счастье Ну что ж Поехали Коробочку эту Заберите Не надо Янковском Есть В нем В его природе При его Какой-то Необычайной Такой Внешности Красоте Некая Постоянная Самоирония Вот Мы Легко Эту красоту Воспринимаем Потому что Он тут же Вносит Какую-то Ироничную ноту И в то же время В нем есть Удивительное Какое-то Свойство Вот Чувство боли Своей Чужой Помогаю вас Условите Скажите Рублите Почта Через месяц Полтора Московской Вашей семье Я позабочить Не прошу Ну что Мне предлагаете Сделку Он Абсолютный Профессионал Абсолютный Профессионал И в нем Нету Никакого Гонора Выпендрежа Советских Русских Знаменитостей Он всегда Приходит На площадку Артистом Который Пришел Работать Нинкомский Очень надежный Он очень надежный Очень дисциплинированный И он Он такой Фанатик Театра Он Человек С хорошими Режиссерскими Мозгами Я хочу в Яр Я никогда там не была Ну это В трактир Именно Я хочу в трактир Пожалуйста Да ради бога Давай к Яру Вот если немножко Как-то сказать Отстраниться Да Вот что такое Для кино Чезвычайно важно Фотогения Магия лица Вот я сейчас Помню Как мы работали Да Какой-то треп Там еще Какие-то Там Вещи Это все Теплые Эти вот воспоминания Они постепенно Уходят И остается Вот эта магия Лица человека На экране И это конечно Фантастическое Совершенно Лицо И Олег Это вот Та Россия Которую бы Хотелось бы Вот представить Россию так Да То есть Русский интеллигент И страдающий И мучающийся И в то же время Так сказать Умен Остер Вот оно все В этом лице Изумительно Большое Извините Вы не ушиблись? Простите Моя неловкость? Кажется нет Но Я из-за вас Каблук сломала Что? Пойдем Что? Что? Каблук сломала Из-за тебя Я тебя умолю Из-за тебя Сломала каблук Шурочка Пойдем Вот Из-за таких Как он Все Что он прошел Было так или иначе Связано С музыкой А одна из последних Тем его Это Метрополит Что предшествует Скажем Теме Монахини Которая сама Сочиняет песню На самом деле Это был Новокузнецк Когда Олег Иванович Услышал эту песню И потом Где если мы Оказывались В каких-нибудь Совместных Творческих В встречах Там где Гитара Оказывалась Может быть Какие-то Совсем уже Партикулярные Посиделки Вот такие Олег Иванович Говорит Степонечка Вот эту песню Замечательно Монахини И мы понимали Про что он Говорил И ему Очень нравилось Он вообще Очень стремился К высокой поэзии И петь Очень любил У него Не всегда Это получалось Вот в ноты Попадать Но Как истинный И величайший артист Он это любил И делал Внутренний слух Чтобы в жизни Не ждало вас Дети В жизни Много есть Горя и зла Есть Соблазна Коварные Сети И Раскаянь Жучего Мгла Есть Тоска Невозможных Желаний Беспросветный Нерадостный Труд И Расплата Годами Страданий За десяток Счастливых Минут Все же Вы не Слабейте Душою Коль Придет Испытание Пора Человечество Живо Одною Круговою По рукой Добра Где бы Сердце Вам жить Не велело В шумном Свете Или в сельской Тиши Рассачайте Бесчета И смело Вы сокровище Вашей Души Не Ищите Не Ждите Возврата Не Сгущайтесь Насмешкою Злой Человечество Вашей Души Кино Это же Большое дело Кино Женщина Вампир Видел Сказки Любви Роковой Видел Сидишь Обмираешь Или пожалуйста Тебе Ведовое Приезд по Анкаре В Алжирию Или коронация Короля Георга Но мы с тобой будем снимать Совсем другое Он поступил в драмтеатр Саратовский Но никаких особых радостей Ему актерство не доставляло Он играл маленькие роли И однажды оказался на гастролях Театра во Львове И по совпадению В это же время Владимир Павлович Басов искал Артистов Для своего будущего фильма Щит и меч В гостинице В ресторане Жена Басова Валентина Титова Увидела Янковского И сказала Ну вот типичный ариец Тебе же нужен Генрих Шварцкоп А Басов Говорит Ну да Конечно лицо замечательное Но это наверное Математик Ученый какой-нибудь Потому что таких умных лиц Не бывает у артистов Оказался артист И сыграл свою первую роль Честь имею Генрих Шварцкоп Особо полномочный Рейхсфюрер Штандартен Фюрер Вилли Шварцков Проехал прямо в ваш штаб Во время первых съемок Владимир Павлович Басов Несколько раз Удивлял Олега Янковского Своим ответом На Дотошность Всякие вопросы Сергей Владимирович Вы извините Я все-таки Неопытный актер Вы снимаете Разные серии Вот То четвертую То первую То вторую Мне очень как-то трудно Мне бы хотелось Вот как-то вот Сверхзадача роли Генриха Шварцкоп Чтобы вы мне объяснили Как-то Он говорит Радость моя Олег Ты вот играешь кусочек маленький Играй А сверхзадачу Без клею Монтажной Что делать будем? То что приказал Оберфюрер Вилли Шварцкоп Знаешь ли ты Олег Янковский Скажешь Ну конечно знаю Всегда с большим удовольствием В свое время смотрел фильмы С участием Этого Талантливого Гениального Актера И вот прошлые годы Моей юности Связанными с его образом С его романтическими ролями Который сыграл во многих фильмах Ему посвящается песня Песня кстати Прозвучала в фильме Где он тоже играл Щит и меч С чего начинается родина С картинки в твоем букваре С хороших и верных товарищей Живущих в соседнем дворе А может она начинается С той песни, что пела нам мать С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнялись С чего начинается родина С заветной скамьи ворот С той самой березки, что в опале Под ветром склоняясь растет А может она начинается С весенней запевки скворца И с этой дороги проселочной Которой не видно конца С чего начинается родина С окошек горячих долин Со старой отцовской буденовки Что где-то в шкафу мы нашли А может она начинается Со стука вагонных колес И склятвы, которую в юности Ты ей в своем сердце принес А может она начинается С той песни, что пела нам мать С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнялись С чего начинается родина Когда на сцене знаменитого театра Ленком Тогда он еще назывался театр Ленского комсомола Марк Захаров среди самых первых режиссеров Поставил опасную рьесу Скорее даже не пьесу, а рискованный спектакль Назывался диктатура совести А вы решились позадать нам такой вопрос В то время, когда все эти люди были на своих постах? Нет, конечно, я не стесняюсь сказать, признаться Спасибо за правду По мне тоже страх сидит и нас во всех Какая правда? Это было время, которое давало возможность Надеяться на то, что художникам Опять можно будет свободно дышать Спектакль, где Олег Янковский Пронзительно играл Одинокого лидера в стране Это было как сказка Потому что этого лидера звали Ленин Он был не загримирован Это было время, когда с помощью Ленина Злодейство Сталина выявляли У кого учились в Марте? Кто же вас научил смотреть на народ Как на навоз, удобряющий вашу политическую карьеру? Все-таки я был таким декоративным артистом Присутствовал Защитый меч, еще мой ласковый нежный зверь Еще что-то такое И вот где-то, может быть, Семен Хаузен Где-то, значит, вот мне повезло Как бы представлять Я был представителем своего поколения Я предложил Англии прекратить бессмысленную войну Североамериканскими колонистами И признать их независимостью Срок ультиматума Истекает сегодня в 16.00 Может быть, тема Мюнхгаузена пропитала так или иначе Очень многие роли и фильмы Олега Ивановича Янковского Марк Анатольевич Теперь обыкновенная радость Вспомнить обыкновенное чудо Или необыкновенная радость Вспомнить обыкновенное чудо И, ну, во-первых, конечно, вы подарили Не только свой собственный Ну, свою удачу, скажем так, режиссерскую Но вы подарили еще Потрясающий букет Актерских Ну, попаданий Я не знаю, чтобы не сказать, триумф Добрый день Отличная девушка Вы привлекательны Я Чертовски привлекательный Чего зря время терять Такой композитор И при этом такая музыка И, кажется, это было то, что в этой работе с вами И вас же удивило Это я, по-моему, вас прочитал Что в репетиции То есть, что вы ему предлагали настойчиво что-то А он предложил свой какой-то вариант Который вам понравился больше Что это в обыкновенном чуде? Ну, был один такой момент Когда мне показалось, что это вот так вот надо Вот так смешно, так правильно А он сказал А можно еще один дубль? Сделаем И как-то по-своему сделал И я на монтажном столе Только понял, насколько он прав И его, конечно, поразительный талант Его сверхъестественная одаренность Она вот это вот Она подарила мне какое-то Наверное, Олег Иванович Янковский И Евгений Павлович Леонов Они многому меня научили Как концентрировать внимание Как сбрасывать напряжение Как беречь свою нервную систему Которую все равно не убережешь Но хотя бы пытаться Вот И этим людям У меня какое-то особое Трепетное к ним отношение А что было с «Принцессой»? Это была прекраснейшая работа Евгении Симоновой А основная трудность Я помню там какая была Она не могла выстрелить Она боялась Хотя был холостой, естественно, заряд И показывали много раз Она соглашалась, что это безопасно Что это можно сделать Но когда доходила до этого места Чтобы, так сказать, стрельнуть Она не могла найти в себе силы И я не помню, что я ей сказал Что дало ей возможность найти в себе силы Сконцентрировать всю отпущенную Богом смелость И она нажала на курок И прозвучал выстрел Это было счастье Назад! Спасибо За обыкновенное чудо Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно Ни толку, ни в руку, ни в лад, ни в попад Совершенно Приходит день, приходит час Приходит миг, приходит срок И рвется связь Кипит гранит, пылает лед И легкий пух сбивает с ног Что за напасть И зацветает рын трава И соловьем поет сова И даже тоненькую нить Не в состоянии разрубить Стальной клинок Стальной клинок Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно Ни в локу, ни в броку, ни в лад, ни в попад Совершенно Приходит срок И вместе с ним Основный страх И тайный жар Восторг И власть И боль, и смех И тень, и свет В один костер В один пожар Что за напасть Из виража Из ничего Из сумма Сброс Сломает Вдруг возникает Чей-то миг И обретает Свет и звук И власть И страсть И власть И страсть Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно Ни в локу, ни в броку, ни в лад, ни в попад Совершенно Я не хочу вмешиваться в твои дела Но, по-моему, Произошло чудо Олега очень легко было разыграть Он был очень доверчив Доверчиво невероятно Главные разыгрывальщики у нас В нашей компании Это Сережа Гармаш И Замечательно умеет разыгрывать Вову Машков Какое-то очередное Первое апреля Сережа звонит мне Где-то полдесятого утра Говорит Лень, ну Ты знаешь Ты всегда для меня был примером Во всем Как работать Где сниматься Говорит Ну Зачем вы с Олегом это сделали Я говорю Что? Он говорит Еду сейчас мимо студии Горького По проспекту Мира Висит здоровейший Билборд Вот Зачем вы с Олегом рекламируете Пиво Две в ваших Рожевые На весь проспект Я говорю Где-где? Я говорю Олег какой? Он говорит Янковский И я? Я говорю Мы не снимались Это, наверное, монтаж Я начинаю абсолютно Логически выстраивать цепочку Как это могло Вот Короче, минут семь Он у меня Потом мне приходит в голову Что первое апреля И ты звонишь Олегу Нет Не я звоню Олегу Вот Гармаш говорит Все, только не закладывай меня Я звоню Олегу Он кладет трубку И звонит Олегу Значит, чем Олег отличается от меня? Он всегда этим отличался Он уже оделся Сел в машину И уже ехал на проспект Мира Смотреть этот билборд То есть у Гармаша С Янковским Получился розыгрыш лучше А с Вовой Машковым Было замечательно Мы едем От дачи Олега Он с Людой в машине А я с Ксюшей Значит С моей женой И звонит мне Вова Машков Который Невероятно умеет Подделывать голоса И даже не столько голоса Сколько характер Делает человека Что никогда не придет тебе в голову Что это Вова Машков Притом периодически это делает И он звонит Говорит Леонид Сахович Здравствуйте Это вас беспокоит Зам главного редактора Журнала Газели Спид-инфо Мы решили Вашу обложку Значит сделать У нас нет Вашей голой фотографии Поэтому мы взяли Парня сложенного Так как хорошо Лицо ваше есть Поэтому Следующий номер Выходит Я говорю Что? Не волнуйтесь В плавках В плавках Нам нужно Там обсуждается тема Наркотики Лекарства Меры предохранения Я говорю Что? Короче он меня разводит Я говорю Да вы что С ума сошли Такие вещи Не спросясь Ну минуты 3-4 Он меня разводит Потом говорит Нет не интересно с тобой Надо кому-то еще позвонить Говорит Вова И я ему говорю Позвони Олегу Он едет сзади Меня Он говорит Быстро телефон Я ему диктую телефон И он звонит Олегу Ивановичу Янковскому И я вам клянусь Я вижу Как через полторы минуты За мной едет Янковский Там повар И машина начинает Вот так ехать Я уже начинаю Искренне волноваться Потому что Вот Короче Он едет Едет И выходит Уже подъезжаем К моей даче Он выходит из машины Оставляет дверь открытой Не ставит на паркинг Понимаешь То есть машина в движении Там еще Люда сидит Открывает дверь Да я вы знаете что Да я Я закрою вашу газету Вы не представляете Чем это все закончится И тут же орет Леня Дай мне телефон Лесина Лен Министру печати надо звонить Лесина надо телефон И все я вижу Он белый Абсолютно белый Его трясет Вот я говорю Олег Олег это Вова Машков Вова Машков звонит Вова Я знаю Вова Машков Кладет трубку Какой Вова Машков Вова Машков А это Вова Машков А Я его минут 10 Уговариваю Чтобы он успокоился Но надо знать Олега Он говорит Потом полдня Мы уже пообедали Мы даже чего-то С ним виски выпили Он даже решил Полежать на шезлонке Каждые 3 минуты Не потому что он наигрывал Он говорит Надо же А такой звонок А Они совсем обалдели А Смешно Правда же смешно Очень Ты в нижнем варюшку Не разевай Там знаменитая ярмарка Невеста Летишь Дельцатию Или паранессу Ну куда я конечно присмотрюсь Чем отличался Олег От всей остальной Замечательной компании Невероятной дотошностью Смена начиналась в 8 Ну раньше 11 Мы не начинали 3 часа По каждому эпизоду Опять все начиналось Тактично Нежно Очень Сначала Так Давай еще раз Что я здесь Вот я Так стоп Вот Это как Мы здесь Это понятно Это понятно Запомните молодой человек Только кровавым потом Можно воздвигнуть Храм государственности А у нас что Разврат Пьянство Понимаете Когда сталкиваешься С такой личностью И с таким противостоянием Обязательно что-то получается Потому что это не о злобе А это Давай разберемся Разберемся Это все хорошо А дальше Что в кадре Ой Ой какое ожерелье Господи Какое Дешево взял Продай ожерелье Димитр А ты выиграй 300 тысяч Выиграй 350 Выиграй Выиграй Само по себе Шулерство Которое Знаете От Гоголя Идущие И от Достоевского Темы Вы взялись За трудное Да Вскрываемся Разрешили его Слава Богу Я скажу Что может Один из единственных Сыграл По-настоящему Азартного Ну там Там есть у них Сцепка безумная Что с Безруковым Что с Меньшовым Там запредельно Фу Слабо Чую у тебя Джокер А как вам Это как Не знаю Невероятный характер По-вце По-моще По-силе Ему надо было Вспаться Чтобы играть Где он мог не спать Нет Я думаю что он Мне кстати Хочу сказать Абсолютно Просто поразила Ну не поразила Это где-то слово Не знаю Ошеломила Смерть Потому что Он мне всегда Представлялся Невероятно Предельно Собранным Знающим Я никогда не видел Пьяным Там выпил Никогда не видел Там грубого слова Ну дворянин Вот так сказать Кстати во время Съемок Они заставили меня Сделать настоящую уху Я говорю Ну где мы сейчас найдем Нет вот Вот написано Стерляжи уха Значит давайте ребята Вот найдите Стерляжи уху Пока не будет Стерляжи Настоящей стерляжи ухи Вот она Вот чтобы кипела Вот чтобы мы сюда Чтобы был укропчик Под рюмочку И вот эту фразу Мы скажем Послали Значит постояли Нашли Стерлядь Не знаю Стерлядь настоящую Там все было проверено Сварили маленькую мисочку Вот такую Совершенно Не знаю Стерляжи ухи Они оба проверили Оба гурманы Все прекрасно Знаешь Что И вот они Вот эту Стерляжи уху Ой гагаюха Ты подкрепись Я великий игрок Таких как ты Кидал В Австралии В дроу покер Да В Хонконге В лоу бом И в северных штатах Америки В крис кросс За тебя Там были сложности Там Я не думаю Что Что Олег Иванович Увлекался картами Я думаю Что он не особо умел Это вот просто Там очень много игры И тем более Там сверху Люстра подглядывают Все Люстра хорошая Там был эксперт Был Был эксперт Был Да Консультант Был трюкач Который Ну там есть эпизод Когда он у него на руке У Олега Ивановича Карты расползаются Во все стороны И опять собираются Велика Россия Это видит Мишов И понимает Что он имеет С гением Этот эпизод Тоже снимался Долго Дублер Да Дублер Нет Дублер Только там где-то По столу сидел Который ниточки растягивал Все Олег Иванович показывал Несколько раз Прошу Вот так сделаешь Что Чехотка открылась На яркой почте Давай объявляй Объявляй Собираешь Идал вставку Ворона Из больших медведей Да что ж ты Да Поездка за невестами Пошла вам явно А не Фрол Ну ты играешь или нет Корова Из малых зайчат Фрол Фрол Ну устал Скотопромышленный Заболел Давайте я сейчас Ужуу Фрол Фрол Да Фрол Он же сволочь Издевается Над нами Ставку Просить Фрол Веренович Никто горло попало Объявляйте Ставку Скотопромышленный Сто тысяч И миллион Попрошу предъявить документы И деньги У нас потом случилась Там одна такая вещь Была точка роли Ольга Ивановича В картине В финале Когда Сергей Петрович Никоненко Узнает Что они мошенники Там поворачивается Наезд И он должен Это было расписано В режиссерском Он должен был На уходящем пароходе Среди Катя Стулова И Ливанова Ильичка Он среди вставал И придемал шляпу Это был Финал картины Он уезжает В Париж На дни Тарковского Оттуда звонит И узнает Что дефолт Он говорит Я требую Чтобы это было снято Я ему обещаю Говорю Ливанович Мы обязательно снимем В Москве Но я не представлял Серьезности происшедшего Это было 18 число Август 19 число 20 Он звонит Я требую Чтобы это было снято Говорю Ливанович Снимем Снимем В Москве Да снимем Но когда мы приехали В Москву Вы не смогли закончить И мы это сняли там С дублером Думая Что он мне этого не простил Потому что Потом мы встречаясь Он говорил Ну я говорю Ну вы понимаете Олег Он тебя понимает Ну надо было что придумать Я говорю Ну что я могу придумать Я приехал И студия закрылась С вами я никогда Играть не сяду Сядете Банан За деньги Сядете А сейчас прозвучит Песня из кинофильма Китайский сервиз Где гениально сыграл Свою роль Олег Иван Ченковский Однажды морем я плыла На пароходе том Погода чудная была Но вдруг раздался гром А я в глазах туман Кружится голова Едва стою я на ногах Но я ведь не кляна А капитан приветлив был В каюту пригласил Налил шампанского бокал И пить предложил А я в глазах туман Кружится голова Едва стою я на ногах Но я ведь не кляна Что вы тоскаете в свои вещи? У вас что кают они? Есть Так отошли для свой багаж кают Не могу Чем это нам? Деньги Чули! Родился сын Морской волны буян И кто же в этом виноват? Конечно, капитан А я в глазах туман Кружится голова Едва стою я на ногах Но я ведь не кляна С тех пор прошло немало лет Как морем я плыла А как увижу пороха Кружится голова Мадам Волошина Разрешите представиться Штаб с капитаном фронтовой разведки Все, случилось Контузия левого полушария Верхняя конечность Завыхает Да помогите Что такое? Пошел Кино Всегда ищет типажи какие-то И вот ассистент Андрей Тарковского Впоследствии его жена Лариса Увидев Янковского Сообщила Андрею Арсеньевичу Что по коридору идет Живой Арсений Тарковский То есть отец И на роль отца В фильме «Зеркало» Был выбран немедленно Олег Поскольку Великий режиссер Андрей Тарковский Увидев его на пороге Комнаты группы Сказал Да, это отец Я вошел в кабинет Увидел Копия Копия Какая копия? Чего? Откуда? Чего? Это актер Янковский Он по-моему Не знал, конечно И вот Пять минут Он меня уговорил Что меня уговорили? Он был За счастье Просто Он говорит Вы Читать Не дам Вот Но могли бы мне помочь Там особенно Нечего играть Но моего отца Сыграть В моей жизни Связано было так С Ленкомом Прибытие В Ленком Группы Аракс В которой я Участвовал Так сказать С успехом Но Дело прошлое Сейчас могу сказать Что Мне не захотелось Играть в яме Какой был первый спектакль? Юно на авось Юно на авось Вот И Я сказал, что Ребята, я в яме не могу И таким образом Я пошел дальше По жизни своей дорогой Все Но дружба осталась Поэтому с Олегом Янковским Александром Абдуловым Всегда Душевно очень встречались Вот с Александром Абдуловым Связано История была С его Юбилеем Пятидесятилетия Тогда И Как раз Каким образом Эстрада Подвела его В виде Александра Абдулова Я не мог Участвовать в его концерте Я сказал Понимаешь А у меня уже давно Концерт запланирован Где-то в Казахстане Сейчас не вспомню точно Он так обиделся Ну ладно Я к тебе приходил А ты конечно сволочь И вышел из гримерки Рядом Гримеровался Олег Иванович Янковский Он так на себя Лепит Что-то Управляет грим Перед выходом на сцену И говорит Между прочим Если бы у меня был концерт Я бы тоже На юбилейк Абдулов не пошел Скажи что ты хочешь спеть Вот мне интересно Из твоего большого репертура После коротенького воспоминания Когда мы играли В Кемерово В футбол Ленком У ансамбля Веселые ребята Выиграл С отсчетом 12-2 По-моему Вот И Больше всех голов Забивал Абдулов А второе место Занимал Олег Янковский Так что они были Прекрасными спортсменами К тому же еще И очень с большим юмором Люди А песня Она называется Юга-севера Именно так По-бардовски звучит Не юг И северным А на юга-севера Отправляться пора Если туда Где вас кто-нибудь ждет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то в жизни не так Если радостно вдруг Улыбается враг И печалится друг, если мчат поезда И летит самолет Уезжайте туда, где вас кто-нибудь ждет На юго-севера, на восток, на закат Отправляться пора Если что-то не так Календарный листок Оборвал ветерок Кто искал, а не ждал Не бывал одинок В мире злых скоростей Лишь не сделайте круг Обнимите друзей Обнимите подруг Чтоб сошел навсегда С ваших душ гололед Уезжайте туда, где вас кто-нибудь ждет На юго-севера, на восток, на закат Отправляться пора Если что-то не так Календарный листок Оборвал ветерок Кто искал, а не ждал Не бывал одинок Как выяснилось, молодость прошла Теперь нужно Какие-то новые инъекции Это замечательные инъекции Физкультура и воздух Конечно, помогают Особенно в нашей актерской профессии В нашей профессии Очень нужно здоровье Здоровье Еще раз здоровье На юго-севера На восток, на закат Отправляться пора Если что-то не так Календарный листок Оборвал ветерок Кто искал, а не ждал Не бывал одинок Приветик, прости, пожалуйста Еле вырвался Врала, не знаю как Знаешь, куда меня отпустили? К подруге в ЗАГС отпустили Слушай, теперь можно ехать Мне Сережа обещал продемонстрировать Свои полеты Правда, только мне одной Но я вас приглашаю Поехали Один из лучших фильмов Еще до перестроечного времени Оказался таким Он воспитывал очень многих людей В благородстве Это было большое искусство Это фильм романа Балаяна И это был твой сценарий И это был Олег Янковский В одной из самых великолепных своих ролей И это полеты во сне и наяву Это полеты во сне и наяву Могу откровенно сказать, что роль писалась не на Олега В это время Никита Михалков снимал «Родню» Мы с Никитой очень дружили Я ему сказал, я для тебя напишу роль Снимайте, он говорит, будет балалей И когда сценарий был готов Он был отправлен в Киев И мне Балаяна оттуда позвонил Говорит, Витя, ты смотрел Мы ниже подписавшиеся Лиозновой Где Олег сыграл блистательно Неожиданную в своем жанре роль Я говорю, да Ты знаком с Олегом? Я говорю, конечно Он говорит, ты можешь дать ему сценарий? Я говорю, конечно Я позвонил, говорю, Олег Замечательный сценарий написал Он говорит, ну у тебя что не сценарий, то замечательный Я говорю, ну классный сценарий Почитай Он говорит, кто будет делать? Какая студия? Я говорю, Довженко Нет Лучше монгол кино Он говорит Я говорю, ну прочитаю Он говорит, я еду собаку Баскривили Снимать В Таллине Это легенда От чудовищной собаки Которая преследует якобы род Баскривили Вы знаете о ней? Да, знаю Ну завези меня Я по дороге почитаю Он его прочитал до дороги Входит в купе Там сидит Михалков И как мне потом Олег рассказывал Он говорит, я вошел и говорит Первые слова, войдя в купе Сказал, Мережка гений Такого сценария я не читал Никита говорит, а какой сценарий? Он говорит, ну полеты во сне на Иву Там и стал рассказывать Никита не читал до этого сценария Он говорит, подожди Я говорю, ну какой-то армянин будет снимать на студии Долженко И он говорит, сколько мы там и выпивали Говорили всю дорогу Я все время хвалил твой сценарий Рассказываю коротко После того, как они вернулись оттуда Никита устроил просмотр родни на Мосфильме Он собрал человек не 100, а 300 Чтобы была толпа И рядом со мной сидел Должна была бы моя жена сидеть Но она не смогла прийти И было место Народу Весь современник МХАТ То есть сливки театрального киношного мира Собрались У меня местечко Я так держу, смотрю, Олег появился Я ему машу Говорю, Олег, иди место, место Он пробрался сквозь толпу Сел и стал меня тискать И говорит, гений, гений, гений Ну такое у нас и расхожее слово Привет! Здорово! Рад тебя видеть! Молодец, что пришел! Правда, говори! А что такое? Свадьба! Свадьба у меня, понимаешь? Я говорю, не ори, там, говорю Конкуренции застирали Михалков сидит Рядом, рядом Вот я, Олег, тут Никита Он говорит, а я ему все рассказал И Никита ко мне поворачивается И говорит, спасибо, Витя Спасибо за подарок Олег мне все рассказал Значит, он будет сниматься Ну давай Давай, уходи Хорошо? Ты что, парень? Ты что, что такие злые все? Ну я прошу тебя, ладно? Ну зачем тебе неприятность, милиция? Поздно уже Темно, спать пора Завтра работать с утра Работаешь недалеко? К чести Никиты, в общем-то Наверное, было где-то обидно Но эта роль была для Олега У Никиты очень сильные глаза А у Олега были глаза Из героев Достоевского Это ярмарки-каски Красноцветные бляски Теремные качели Расписные херсели Слухи-шарки Катарицы яркие Куколь-клые раны Да воздушные шары Лиза Да Так вроде бы сняться один раз Гроби каждый может Вроде легко, да? Ну мы Ходили, гуляли, выездь, бегали Ты мечтала А вот профессию из этого сделать И чтобы много-много лет быть интересным И себе, и зрителю Вот это очень тяжело Тань, переводи ты Да Ладно, ладно Чтобы он хоть что-то понял А то мы французский Бен Бонжур Бонжур Жоликон ту журу Берси Берри Мор Столько веков наши предки Жили под одной кровлей И теперь вы Замышляете что-то против меня Пойдем выпьем Ну У вас, Лариса Юрьевна Что-то Серьезное? Штуки 4, наверное, у нас совместная была картина Ну, естественно, так сказать, у него роли были главные у меня Так скажем, не главные Вот Но, тем не менее, общение-то было В основном происходило в Киеве, как ни странно Потому что там снимались либо у Балаяна, либо у Кристофовича Но были удивления Каких-то выстрелов в кадре или, или наоборот, когда уже это на экране Что, черт возьми, он Я так, я не представлял себе, что он так мог сыграть Было и не один раз Вообще тоже, значит У Балаяна? И у Балаяна, и у Тодоровского в Любовники Сцена в библиотеке, например Ты выслушай меня, пожалуйста Я просто не могу держать это в себе Я просто лопну, понимаешь? Помоги мне Ну, помогу, конечно Да ты болван, ты же болван Ты кричит, ты идиот Неужели ты не видел, а? Или ты видел? Ты видел? Ну, значит, что я видел? Что ты спала с другим? Кто, Ленка? Ленка, кто? Что ты несешь? Заткнись Заткнись, это же бред Митя Стас, скорую вызвать или в морду тебе дать? Стас, выслушай меня, пожалуйста Я нашел письмо, понимаешь? И самое страшное, что она умерла, понимаешь? Я не могу ее спросить, понимаешь? Я не могу поговорить с ней, понимаешь? Я бы ее послал к черту, а мать Она все четыре стороны Она жила с другим У нее была параллельная семья Вот наша семья Куда ты ходил в гости И другая, куда ты не ходил в гости Или ты ходил? Ты ходил? Погоди, погоди Сейчас, одну секунду Честно говоря, мне ее выбор даже как-то огорчил Она могла ее найти получше А что там было нового для него? Для меня вообще такое есть определение Что такое гениальность мое, доморощенное Что такое гениально Потому что мы сейчас этим словом разбрасываемся Там по любому поводу Для меня это формулируется так Непонятно, как сделано Да Вот когда действительно так просто Что непонятно, как сделано Ну, как музыка Моцарта Как проза Пушкина То же самое у Олега Потому что вроде бы это сделано Я даже не могу объяснить, чем это действует Допустим, вот эта сцена в библиотеке В любовнике Или вот какие-то очень точные куски В полетах там во сне и наяву Вроде бы это настолько просто Что это, ну, не требует ничего Там нет никаких примет актерской игры Это настолько органично и живо При этом, что этот персонаж Который он там играет Значит, он из себя умел вынимать Где-то вот В разложенной этой самой палитре Которая вот от белого до черного Переходящая через весь спектр Я думаю, много сидел со сценарием И готовился Думаю, что да И потом, как вообще Он свой, как говорил Пушкин Свой талант выращивал в тиши Он был очень несуетлив Замечательный Очень несуетлив был в работе А с Балаяном у них вообще были Почему он без конца с ним работал Роман и Олег с удовольствием Потому что у них не было обсуждения Сцен, у них не было Такого глубокого анализа Где-то там за столом Сидели, выпивали, закусывали Потом вдруг, допустим Роман ему скажет Вот так вот вилку подтяни к себе Вот в той сцене Вот так вот и сделаешь Или Олег ему говорил Какой-то сырышек Кто-то рассказывает анекдот Сашка Абдулов Чего-то там на хвосте стоит И значит, вдруг Олег что-то говорит А в той сцене Вот он чихнуть должен После этой фразы То есть этот процесс В нем шел перманентно Но не было в этом Такого вот Пиротехники никакой не было Чтобы все видели Гениальное озарение Он вошел в нашу культуру Он сумел Проститься Проститься со своей профессией Последний роль В женитьбе Вот если даже денег Сицилианцу скажешь Сицилианец Принеси нам хлебца Он тебе не принесет Ни денег Ни хлебца А покажешь стакан Сразу тащит бутылку Почему-то И сыграл он там Паразительно Я не думал Что у него есть Такие глубины Трагические Он понимал Что он уходит из жизни Хотя не плакал И никаких похоронных настроений Он был весел Жизнерадостен И когда подходил Телефонные трубки Говорил Все хорошо Хорошо Я живой Я Я с вами Я к следующему году Новый мундир Себе справлю Только вы ждать не станете Агафь Тихонов Жаль 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 Прощай Прощай Три последние Могучие работы Олега Янковского Как будто были Продиктованы Отпущены ему Божественным провидением Алексей Каренин Митрополит Филипп И Комаровский Вживаго В 60-е годы Из этого Запрещенного романа Мы учили наизусть стихи И как с судьбой Высоцкого Связано Произведение Гамлет Пастернака Так точно С судьбой Олега Янковского Оказались созвучны Эти великие строки Гул затих Я вышел на подмостки Прислонясь к дверному косяку Я ловлю в далеком отголоске Что случится на моем веку На меня наставлен сумрак ночи Тысячью биноклей на оси Если только можно Авва Отче Чашу эту мимо пронеси Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту роль Но сейчас идет другая драма И на этот раз меня уволь Но продуман распорядок действий И неотвратим конец пути Я один Все тонет В фарисействе В жизнь прожить Не поле перейти Когда он уходил Когда его везли из Ленкома Это услышал его старший брат Ростислав Иванович И вздрогнул Он звал Олешка Олешка У него спрашивают Он всегда был Олешка Он говорит Да Я вдруг услышал В день когда из Ленкома И на кладбище везли Молодые люди кричали Олешка Лети Ну и естественно Потому что ушел так рано Потому что перед уходом Сыграл потрясающие три роли Как будто бы В наследство оставил Как большие поэты Как писатели Больше чем актер Да Но с тобой рядом Он был совершенно естественно В нечаянном фильме Сейчас проверили? Проверил А то пришел Какую-нибудь гадость Изумительный яд На ком? На жабах обыкновенных Пусть штройку Мгновенно умирают Изумительный Вы знаете Он тоже был Олешкой Там Удивительная История Достаточно комичная То есть между вами Загадывали желание Ну практически Для меня это была честь Для меня это была сказка Мы с ним сидели В одной гримуборной На улице Выставляли огромную Какую-то массовку Было очень холодно Ну какими-то такими Совершенно дежурными фразами Перекидывались Потому что Знаете Это тот случай Когда я не знал С какой стороны подойти О чем спросить И конечно через время Ты об этом очень жалеешь Но я не мог иначе Понимаете Вот И вдруг Мегафон Ассистентка режиссера На всю улицу Там человек Пятьсот Массовки Она кричит Олежка Янковский На площадку Олежка Янковский На площадку К ней подбегает Директор картины Говорит Да ты что С ума сошла Да это что же Это такое вообще Она говорит А что такое Это что за Олежка Янковский На площадку Фамильярность Это что за фамильярность То такая Что это за Олежка Вообще Ты что не знаешь Как его зовут Она говорит Знаю Саша Ты при чем здесь Саша Это народный артист Советского Союза И Значит на этой фразе Она понимает Что за Ошибка Ошибка произошла Они начинают смеяться Это абсолютно Кинематографический кадр Знаете Два человека Оседают Вот так вот Пополаме В смехе Об этом рассказали Олегу Ивановичу Значит он мне говорит Ну что Олежка Я говорю Ну Пойдемте Олежка Ну вот И все Товарищ профессор Можно ехать Ой А где же он Товарищ профессор Привет Вы не делали Ты что Замал профессора Мы тебе поможем Сейчас Поможем Поможем Не волнуйся Один из первых людей Кто Был просто Партнером На самом деле Был Просто Янковским Да Он был все-таки Не просто Янковским Это Знаете Какой-то такой Ну какое-то такое Волшебное облако Я все-таки Вот За волшебство Олежка Лети Летите Олежка Отражением Свечей В небе Теплятся Первые Звезды Я Предликом Твоим Словно Девочка Ставшая Взрослой Повторяю Любимое Чистое Светло Имя Утоли Успокой Исцели Меня Аве Мария Тихим Золотым Шепотом Трепетом Аве Мария Я Любовью Благой От Несчастья И Скорби Хранима Божья Матерь Отдавшая Сына Спасения Во имя Охрани Эту землю Во веки И Пресной Ныне Охрани 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 Спасибо. 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 Спасибо.